Чем преподаватель воскресной школы может увлечь подрастающих мальчишек? Как рассказать им о Боге, чтобы это не было стандартной проповедью, но стало живым примером? При воскресной школе Вознесенского собора города Пушкина отец Андрей создал авиамодельный кружок. На одном из тренировочных полетов побывала и наша съемочная группа из Санкт-Петербурга. По воскресеньям и зимой и летом, если нет дождя и сильного ветра, в буферном парке города Пушкина можно увидеть мальчишек, запускающих в небо самолеты, которые они сами конструировали и собирали. А научил их этому искусству отец Андрей. Чтобы заниматься в авиамодельном кружке, достаточно уметь писать, читать и считать. Остальные знания ребята получают на практике. Мальчик подрастает, и будущий папа, он должен иметь навык работы с разными инструментами, материалами, понимать с какой-то технической стороны. Вот родилась такая идея сделать, чтобы это было не только познавательным и интересным. Можно было, конечно, ограничиться изготовлением табуреток, как раньше в школах на уроках труда. Но вот решили изготавливать самолеты. Человека всегда тянуло в небо и внешне, и внутренне. Вот нашли такой вид спорта, как авиамоделизм. Первые пару месяцев ребята делают модели с потолочной плитки, так называемые пенолеты. А потом их родители и оглянуться не успеют, как мальчишки уже собирают радиоуправляемые модели. Около трех лет назад в интернете наткнулся на сайт авиамодельного кружка воскресной школы при Софийском соборе и привел туда ребенка. Ребенок поначалу делал самые простые модели, неуправляемые, радиоуправляемые. Потом через какое-то время перешли и на радиоуправляемые модели. Соревнования радиоуправляемых моделей в так называемом классе F3 сегодня стали самым распространенным типом соревнований среди авиамоделистов. В Санкт-Петербурге единственным организатором соревнований для детей в этом классе является православный священник. Как ты думаешь, тебе в будущем это пригодится? В будущем это пригодится. Как? Ну, допустим, если сын будет, папа, сделай самолетик там, и уже знаешь, как его делать. У меня просто было много свободного времени, делать было нечего. Поэтому я пришел. А теперь нравится он как бы летать, забрасывать не собирать. Я с детства хотел связать свою жизнь с воздухом, с небом, но в авиационное училище не смог поступить по здоровью. Нашел себя в авиомоделировании. Планирую сейчас есть возможность пойти работать на производстве беспилотных аппаратов для армии. Ребята замечательные. Часто бывали это очень трудные подростки. И я сам неоднократно наблюдал, как отец Андрей путем рассказа об авиации, путем рассказа о моделях, вкрапляя какую-то информацию вероучительную обязательно, потому что у нас все-таки воскресная школа при нашем центре существует. И он давал вот эти ростки нравственности, ростки христианской веры для ребят, которые иногда были далеки от церкви, ни разу в храм не заходили. И вот через вот этот кружок отец Андрей с помощью авиации объяснал детям основы о Боге. Это парадоксально. Однако даже энтузиазм отца Андрея сталкивается со множеством трудностей. Например, у ребят для занятий авиамодельным спортом нет площадки, оборудованной специальными защитными сетками и включающей зоны безопасности. Ведь даже модель весом 100 грамм при скорости 60 км в час может нанести травму. Отец Андрей и ребята надеются, что в будущем с Божьей помощью эта проблема решится.